О том, что в Армении давно не испытывают тёплых чувств к Белоруссии и Казахстану, общеизвестны и не скрываются. Эти страны не раз демонстрировали официальному Еревану, что не поддерживают нарушения норм и принципов международного права, как это угодно армянской стороне. Не позволил Нурсултан Назарбаев в своё время вступить Армении в Евразийский экономический союз с оккупированным ею Нагорным Карабахом Азербайджана. И сейчас вместе с Белоруссией Казахстан выступает против выдвижения армянского кандидата на пост генсека организации договора о коллективной безопасности. Александр Лукашенко во время встречи с послом Азербайджана в Белоруссии ещё раз подчеркнул – очередь за Минском. И это вызвало недовольство Армении. Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющегося членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлён тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг. И я, конечно, должен потребовать объяснений от президента Белоруссии, и не только от президента Белоруссии. Никол Пашинян потребует объяснений также от президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за заявление о том, что на пост генерального секретаря организации будет назначен представитель Белоруссии. Никто не имел права выступать с подобным заявлением, потому что решения ОДКБ принимаются при консенсусе. А мы чётко выразили нашу позицию. Думаю, весьма важно, чтобы в рамках ОДКБ мы имели очень чёткий разговор с партнёрами, чтобы для каждого было ясно, каковы его обязательства по отношению к остальным. И вообще, каковы обязательства стран-участниц по отношению к организации и другим странам-участницам. Пашинян также сообщил, что в ходе телефонной беседы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным они обсудили этот вопрос, и Армения продолжает диалог с партнёрами по ОДКБ, чтобы в конце концов прийти к взаимопониманию. О том, как официально Ереван ведёт диалог, знает всё мировое сообщество. Армянские власти не принимают никакой другой расклад, если это им не выгодно. В противном случае попросту обижаются. Что касается недовольства в связи со встречей белорусского лидера с азербайджанским дипломатом, то тут Никол Пашинян должен понимать, что Баку всегда наблюдает за ситуацией в регионе, в том числе за страной-агрессором, Арменией, которая уже четверть века держит под оккупацией 20% азербайджанских земель. И потому Азербайджану не безразлично представитель какой республики возглавляет ОДКБ, военно-политическую организацию. И обсуждение таких вопросов между партнёрами и друзьями Баку и Минском вполне естественно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова